И у нас следующий гость в студии, это участница краевого клуба знакомств, Ольга. Доброе утро. Мы очень рады познакомиться с вами. Ну и вкратце можете рассказать о себе. Ой, что рассказать? Чем увлекаетесь? Чем занимаетесь в свободное время? Чем увлекаюсь? Ну, в основном это семья, друзья, встречи с друзьями, активный отдых. Активный отдых конкретно что? Что? Зимой это лыжи, плюшки, шашлыки с друзьями, посиделки в кафешечках. Ну вот мы знаем, что в этом году вы освоили сноуборд. Почему такой выбор? Нет, не освоила еще сноуборд. У меня есть желание освоить сноуборд, потому что я хочу посетить фестиваль в Широгеше. Но там снег и сноуборд, а я как бы не очень стою на лыжах и на сноуборде, но выбрала сноуборд. Мне кажется, это интереснее. А ваш избранник, он должен быть таким же активным? Должен ли он зимой так же кататься на лыжах, на сноуборде? Конечно, он должен в два раза больше быть активнее меня, чтобы еще меня где-то пострекать. А как должен выглядеть ваш избранник? Вот я много слышу, что не важно, как он выглядит, главное, чтобы человек был хороший. Вранье, мне кажется, все это. Как должен выглядеть человек, который вам понравится? Он должен быть красивый, статный, высокий. Так, а высокий давайте поподробнее. Какой рост должен быть? Ну, конкретно, ну, от метра восьмидесяти. Это минимум. Да, достаточно высокий. Каждую субботу наш эфир смотрит один мой холостой друг. Вова, ты можешь проходить мимо, ты не подходишь. Дальше. Ну, как он должен выглядеть? Ну, красиво, статно, ухоженно. Приятно, чтобы было смотреть на молодого человека. Ну, а какими качествами характера он должен обладать? Он должен быть ответственный, целеустремленный, с чувством юмора. Обязательно. Обязательно, да. Я очень активный. Я не домоседка, не люблю сидеть дома, поэтому я постоянно где-то выхожу, гуляю, провожу время. Также, ну, с друзьями он должен быть общительный, чтобы он мог пообщаться с моими друзьями, познакомиться. И чтобы он понравился им тоже, это немаловажно. А какие вот отрицательные качества вы не приемлете в мужчине? Отрицательные качества? Употребление много алкоголя. Не приемлю. Ну, то есть вредных привычек быть не должно у вас у человека. Ну, немножечко как бы допускается, но в основном отсутствие вредных привычек. Аккуратный, любит порядок, чтобы любил порядок. Не разбрасывал носки по дому. Так, мужчины все услышали. Да. Ах, не разбрасывать носки по дому. Ну, и главное, чтобы он был не зануда и не любил бы сидеть дома на диване, а любил, наоборот, выходить в люди. Да, да, да. Именно так. Ну, а если говорить о каверзных и скабрезных вопросах, в себе какие-то есть, в вас какие-то вещи, которые могут не понравиться молодому человеку? Ну, зачем же об этом сразу рассуждать? Договариваться нужно на берегу, чтобы... Нет, давайте расскажем о положительных качествах. О положительных качествах. Ну, то, что красавица, мы уже видим. Я люблю готовить. Люблю готовить необычную немножко пищу, не люблю простое что-то кушать, нравится экспериментировать. Необычную в каком формате пишут? Ну, экспериментировать. Жареные камни. Я люблю-то из разных стран, допустим, кухни из разных стран, пробовать ее также приготовить, интересно, что получится, попробовать. Люблю стряпать. Люблю всякие вкусняшки, вообще сладкоежка. Ну, это тоже огромнейший плюс. Ну, а куда вот на свидание вы хотели бы, чтобы вас ваш избранник пригласил? Да вы знаете, неважно куда. Я предпочитаю также и помещения какие-то, и улицы, да. Главное, чтобы это было приятное времяпрепровождение и полезное. А если избранник будет настолько резвый, что пригласит вас к вам домой? Вы тоже согласитесь? Мне домой, я думаю, не стоит. Сначала нужно познакомиться на какой-то нейтральной территории. Да, я тоже так думаю. Спасибо большое, Ольга. Дорогие мужчины, если Ольга вам понравилась, то вы можете звонить к нам в редакцию по телефону 233 11 66 или присылать смс-сообщение на короткий номер 90 20, остров, пробел и далее текст вашего сообщения. Все это мы обязательно Ольге передадим. Субтитры сделал DimaTorzok